Чрезвычайные происшествия. В Чебоксарах пятеро детей от 9 до 16 лет отравились угарным газом. Их доставили в больницу. Сейчас угрозы для жизни нет. Дети вместе с своими родителями находились в квартире одного из домов по улице Мичмана Павлова. Делом занимается Следственный комитет. Около двух часов ночи, 5 марта, в правоохранительные органы города Чебоксара поступило сообщение об отравлении угарным газом в одной из квартир по улице Мичмана Павлова пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет, которые накануне вечером легли спать в одной комнате. Они были незамедлительно госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Почувашской республики организовано проведение доследственной проверки. Со слов родителей госпитализированных, которые находились в другой комнате, запахов газа в квартире не ощущалось. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в квартире установлена газовая колонка. Пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение Чебоксар для оказания медицинской помощи. Прибывшие сотрудники газовой службы установили на газовой колонке заглушки. По предварительным данным, причиной случившегося стали продукты неполного сгорания газов газовой колонки, расположенные на кухне. В ходе ее осмотра было выявлено, что ее дымоход не был закреплен, находился в свободном состоянии и в месте стыковки со стеной имелись щели, а также имелась обратная тяга. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, а также прямые и косвенные причины, этому способствовавшие. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц управляющей компании, а также сотрудников газовой службы, обслуживающих газовое оборудование, поскольку имеется сведения о том, что последний раз проверка газовой колонки производилась в феврале этого года. В ход проверки поставлен на личный контроль руководителя следственного управления. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.